Добрый день дорогие друзья! Решил сделать дописку к роликам, которые вышли у меня очередным сериалом из двух серий. Это мыло-мело драмное обслуживание грузовых аккумуляторов. И пока батарейки не забрали у меня, давайте отвечу на несколько вопросов. Постараюсь ответить на несколько вопросов, которые задали или задали мне мои подписчики. Значит, какие я использую клипсы. Вот такие клипсы от ВАЗов. Они продаются в таких упаковочках. И выглядит комплект вот такой вот. Надеюсь, понятно, да? Это первый комплект. Второй вопрос, не вопрос, а убеждение, которое я хочу разрушить. Постараюсь разрушить. Это также, не знаю, подписчик, не подписчик или тот парень, про которого я говорил. Про которых я говорил. Из тех парней, про которых я говорил. Которые давят угри на диване. Потом залетают и дают советы. По поводу корректировки электролита. Той корректировки электролита, который, вернее, не так. Методом корректировки электролита, которым пользуюсь я при обслуживании аккумуляторов. Дело в том, что батарейки приходят с очень многими знаками вопроса, на которые приходится отвечать, вернее, искать ответы в процессе работы. То есть аккумуляторы обслуживались, к примеру, где-то на КАМАЗе или на грузовой технике. И владелец, водитель или там механик, водитель этого транспортного средства просто-напросто доливал воду с бутылки. То есть в одну баночку залил 30 миллилитров, в другую 130, в третью 150. И поэтому плотность будет скакать. Ну, это к моменту, когда, к вопросу, когда батарея с пробками у нас. Когда аккумуляторы без пробок, выкипает водичка также неравномерно. Хотя, казалось бы, она должна быть, должна выкипать равномерно. Но вот эта лабиринтная система, она работает в больших аккумуляторах нестабильно. Это, такие выводы я делаю из собственного опыта. И, как бы, стараюсь с вами поделиться. В ролике я говорил про вот это вот недоразумение. Я думал, что это вскрывалось. Вскрывали, хотели вскрыть крышку. Нет. Это был взрыв. То есть, из-за переполнения газами, из-за неправильного, вернее, отвода газов, вот эта крышка, она взорвалась. И произошел обрыв, отрыв, разрыв этой крышечки. Почему это могло произойти? Ну, банально, из-за перезаряда, либо из-за высокой температуры. Эти аккумуляторы используются в компрессоре, в китайском. Я думаю, что там, где они стоят, в компрессорном помещении, не представляю, где они стоят. Но, скорее всего, был реальный перегрев, что газы не смогли вовремя покинуть помещение этих аккумуляторов и нашли выход вот в этой дырке, в этом разрыве, вернее. Теперь, по поводу корректировки, как я доливал воду в этих роликах, ну, в предыдущих роликах, вы это все видели. Вот такая плотность была. Схему, которую я использую, схема называется метод научного тыка. Но, давайте посмотрим, как на самом деле он работает после отстоя. Батарейки отстоялись. Ролик я закончил вчера. Будем так говорить, он уже в ютубе. А это мы делаем, пишем результат после отстоя. Так, первая баночка у нас 1,25. 1,30 это первоначальная была плотность. Потом я делал корректировку после корректировки. Вот такая плотность. Давайте меряем. Так, видим плотность 1,27. Первая баночка. 1,27. Вторая баночка. Третья баночка. А, блядь, залип. Залип у нас. 1,20. Ну-ка, настраивайся. 1,26 с половиной. Четвертая баночка. 1,27. Пятая баночка. 1,26. 1,26 с половиной. И шестая баночка. 1,26. Следующий аккумулятор. Первая баночка. Так. 1,20. 1,26. Вторая баночка. 1,26. А, блядь. Третья баночка. Блядь, не достает. Здесь меньше было долито. Так. 1,25 с половиной. Почти 1,26. Ну, настраивайся ее, пермитиатор. Да, 1,26 мы видим. 1,26. 1,26. Поехали. Пятая баночка. Пятая баночка. 1,26. И проблемная баночка, которая была практически сухой. И была плотность. Так. 1,34. 1,26. Корректировка нам позволила выровнять плотность во всех банках идеально, будем так считать, практически идеально. Плотность немножко занижена. Блин, давайте отвечу. Потом продолжим запись. Так, ну, по плотности будем так говорить. Определились, да? Плотность. Почему решил снять этот ролик? Потому что один из экспертов, пришелец других каналов, заявил, что раз заливается производителем одинаковое количество электролита, значит, корректировать надо одинаковым количеством воды. Да вот хуй там, ребята. Батарея эксплуатировалась. Батарея эксплуатировалась неизвестно в каких условиях, неизвестно при каких температурах. И ни разу не обслуживалась. Поэтому она и выкипела неравномерно. Возможно, стояла где-то на солнце. Возможно, стояла какая-то сторона ближе к теплу. Поэтому выкипание произошло неравномерное. И в зависимости от выкипания у нас менялась плотность. Тем больше воды выкипело в банке, тем, естественно, плотность у нас повысилась. Чем меньше воды выкипело в банке, уровень больше, плотности меньше. Поэтому мы и заливали с разницей в одну точку по 30 миллилитров. Так, 950 А мы ставим. Давайте проверим теперь после отстоя по параметрам тестера. 92% было 78. 914, НРЦ 1280. Отличный результат. Не знаю, сколько лет этим батареям, где, когда их приобретали, сколько они использовались. Но результат, вы сами видите, батарейки крутящие. И китайское другое будут выкручивать. 91% вторая батарейка. Вчера, когда мерил, видимо, контакт был неважный. И 909 А. 12,81. Все-таки балансировка нам принесла тоже неплохой результат. Было 80,91. Проглесс. Хотел сказать по понятиям, блядь. По параметрам налицо. Все у нас с этими батареями будем считать нормально. Сейчас берем тряпочку. Батарейки тщательно вычищаем от этого электролита, которым я делал меря плотность. Пишут тоже очень грамотные пришельцы, что что ты нам показываешь одну банку? Какую-то выбираешь там крайнюю или нет, ребята? Я выбираю произвольно банки. Мне принцип наебывать подписчиков... У меня такого принципа, друзья, нет. Я показываю то, что есть на самом деле. Тем более, как бы, при желании я, конечно, могу слукавить, где-то наебать в роликах. Но подписчика я не... Вернее, подписчика клиента я не наебую. Если он смотрит ролик, а потом приезжает, и я ему показываю совершенно другие параметры, плотность, свойства... Это будет, ну, как бы, будет сильный удар по моей репутации. Поэтому смысла не вижу. Если кто-то думает, что попал на канал какого-то, блядь, наебщика... Ну, я никого не прошу подписываться. Вы заметили, да? Не прошу подписку, не прошу лайки. Вместо лайков, ну, если хотите лайк поставить, можете не ставить. 50 рублей отправьте на камеру. Этого будет вполне достаточно. Я за этим не гонюсь. Ни за подписчиками, ни за... Такой душевный порыв поделиться опытом. Вот и всё. И, вы видите, подлавливать меня на каком-то якобы наебоне... Друзья, не надо. Вернее, друзья-то этим не занимаются. Вот эти залётные. И вот таким образом... Еблеси, еблеси, я же говорил, надо обязательно говорить вот это вот слово. Вот, забиваем, ставим пробочки. И получается вот у нас такая заводская... Заводские пробки в необслуживаемых батареях. В любой момент при обслуживании. Также сверлышка на 3, на 4. Рассверливаем эту пробочку, выдёргиваем. Меряем, доливаем, обслуживаем аккумулятор. Покупаем новые клипсы, ставим. И... Батарея из необслуживаемой... Превращается в обслуживаемый... Диаметр этой клипсы. Или клипсы, блядь. Клипсы, пистон. Пиздон, блядь. 8 миллиметров. Сверло также на 8 миллиметров. Друзья, пользуемся. Спасибо Виктору, который подсказал. В принципе, возможно, я бы сам дошёл. А возможно бы и не дошёл до этого. Потому что были мысли как-то избавиться от термоклея, которым я пользовался до этого. Но... Вот... Решение нашлось, само собой, как будем так говорить. Ну что, друзья... Прошу не обращать внимания на некоторые мои высказывания. Потому что... Ну... Сердце слабое. Человек ранимый. И... Когда пишут всякую хуйню, которая... Поймана на лету где-то... Где-то краем уха. И потом начинает... Утверждает... Лечить, блядь. Учить. Начинает меня это... Будем так говорить, нервировать. Он сегодня приехал, блядь. Чей-то подписчик, блядь, какого-то канала, хуй его знает. Я поменял электролит. Ну что-то аккумулятор вот меня не крутит. Я говорю, в смысле поменял электролит? Слив электролит, блядь, залил новый. Я говорю, кто тебе... Кто тебе этому научил? В интернете посмотрел. Ну что, можно этот вот аккумулятор восстановить? Я говорю, дружище. Наверное, можно. Но вот, честно говоря, блядь, вот не хочется ковыряться в этом электролите, который надо опять откачивать, опять делать корректировки, чтобы расшатать батарею. Вот стоит такой же пример, из которого я откачал где-то, блядь, не знаю, около литра электролита. Вон та соточка. И не знаю, вылезет она сейчас, не вылезет, потому что в результате заливки этого электролита, в результате заливки этой кислоты, активная масса, она просто-напросто слезла. С пластин и электролит имеет ярко-черный цвет. Так, еще один вопрос, который мне задали, или задали, блядь. Нужно ли заряжать аккумулятор на автомобиле, не снимая с автомобиля в мороз? Зарядить вы не зарядите, это можно делать на полностью заряженной батарее. Поддержать в буферном режиме, если на вашем зарядном устройстве работает буфер, для того, чтобы исключить саморазряд, это можно делать. Но если батарея у вас разряжена, вы только навредите батарее. Заряжать холодную батарею противопоказано, потому что у вас будет работать только поверхность, вернее, окружность пластин. Центр пластин, заряд не коснется, и эта поверхность у вас очистится от сульфатов. А те сульфаты, которые внутри пластины, которые внутри решетки, они у вас закрепятся, и результатом будет поход в магазин за новой батареей. А если батарея заряжена для того, чтобы ее немножко взбодрить, устранить саморазряд, имейте в виду, друзья, что сульфатация, вернее, сульфатация начинается в аккумуляторе с момента снятия с нее напряжения наружного. То есть, заглушили автомобиль, начинается сульфатация моментально. Подключили лампочку, если вы снимаете напряжение, происходит усиленная сульфатация, ускоренная, вернее. Аккумулятор стоит, просто стоит, батарея сульфатируется за счет саморазряда. О, блин, что-то у меня дописка получается какая-то сурово длинная. Ладно, друзья, на этом буду заканчивать свою дописку. Не хотел в этом году писать еще ролик, но пришлось, чтобы ответить на некоторые вопросы. Всем добра, удачи, здоровья, улыбок на лице, улыбок на лицах ваших близких, успехов в работе, улучшения, благополучия, мирного неба над головой. Ну и берегите свои батарейки, всем пока-пока. Вот такой ролик у нас получился.